Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну и мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Итак, у нас с вами сегодня на календаре 3 февраля и киевское время 19 часов. Начать хочу не с обстановки на фронте, а с обстановки внутри страны. Министерство внутренних дел объявило, ну вы знаете, что у нас сейчас идут мероприятия, усилились мероприятия по мобилизации. Я так понимаю, что мы формируем резервную армию. В связи с, скорее всего, это связано с тем, что необходимо проводить ротацию на линии фронта. Войска немного измотаны и уставшие. Ну, немного это громко сказано. Или слабо сказано, скорее всего. Плюс нам идут большие объемы вооружений. И помните, если летом мы говорили, что мы не разворачиваем более масштабную мобилизацию в связи с тем, что нечем людей вооружить, то сейчас необходимы люди для того, чтобы сажать на эту технику и формировать новые бригады. Так вот, Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад под общим названием «Гвардия наступления». Очень удачное, мне кажется, название. Штурмовые бригады, в которые смогут поступать добровольцы, направлены именно на усиление сил обороны и освобождение оккупированных территорий Украины. Возраст добровольцев от 18 до 60 лет. Бригад будет формироваться 8 на базе МВД. Будет 6 бригад Национальной гвардии Украины, 1 бригада Национальной полиции, она называется «Людь». И название каждой бригады есть свое название, своя спецификация. Бригада Госпогранслужбы будет носить название «Стальная граница» и 6 бригад Национальной гвардии. Я в описании к этому видео дам ссылку на официальный сайт Министерства внутренних дел, где есть подробная страница со всеми, со всеми описанием и с условиями заключения контракта и с адресами, как туда попасть. Вот с такой вот новостью, на мой взгляд, позитивно. Это, кстати, все вложится в конву подготовки контрнаступательных операций, которые мы, я так понимаю, начнем проводить после успешного завершения оборонительной операции. Той, что нам предстоит в ближайшие недели и, возможно, месяцы. Ну а теперь об оперативной обстановке на фронтах. За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, 2 из них по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области, а также 5 авиационных ударов. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам, в основном Херсонщины и Николаевщины. От вражеских ударов погибли и получили ранения мирные граждане. Высокая остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Ну, кстати, сегодня уже вторая масштабная тревога по всей территории Украины. Летают самолеты типа МиГ-31, которые могут быть носителями ракет-кинжал, баллистических ракет, как их называет Россия, гиперзвуковых. Поэтому мы объявляем воздушную тревогу. Возможно, такая активизация российской авиации связана с европейским саммитом, который сегодня проходит в Киеве. Или начал свою работу в Киеве. Далее. Враг, понеся большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Но видите, география наступления российских оккупационных войск расширяется. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невская, Луганской области, Верхнекаменская, Красная гора, Просковьевка, Бахмут, Ивановская, Курдюмовка, Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Окупантов обстреляли Черниговскую, Сумскую и Харьковскую область. Были нанесены огневые удары, точнее, ввелся огонь из минометов и ствольной артиллерии по нашей территории, с территории Российской Федерации, страны агрессора. Оперативные направления. На Купинском, Лиманском направлении продолжаются оппозиционные бои. Окупанты атакуют возле Кременной и наносят артиллерийские удары по линии Макеевка-Торская. Пытаясь максимально выдавить наши войска с рубежей обороны. Враг пытается расширить географию наступления на Лиманском направлении. Предпринимает мощные попытки прорвать нашу оборону. Ситуация декабря, точнее, января месяца, она возвращается. То есть, вот эти волны, как они тактику, так же, как воевала ЧВК Вагнера в районе Солидара, они ту же самую тактику пытаются натянуть на регулярные части российских оккупационных войск. Видите, им все равно. Там были зэки, их вроде и не жалко было, а тут мобилизованные их тоже вроде как и не жалко. Никто, главное, я так понимаю, я сделал вывод, что считать они не будут, и тут разницы нет. Главное, чтобы достигнуть успеха. А сколько погибнет? 100, 200, 1000. Это все равно. Это не играет никакой абсолютно роли. Главное результат. На Бахмутском направлении очень серьезная и такая довольно пока что окончательно непонятная ситуация по Белогоровке, Луганской области. Есть некоторые заявления о том, что неофициальные, что Белогоровка перешла под контроль российских оккупационных войск, но на данный момент официального подтверждения нет. И другие источники говорят, что на окраинах этой Белогоровки идут ожесточенные бои. Враг захватил Николаевку там же и продолжает давление на Просковьевку и Красную гору. Зафиксировано продвижение врага на юге Бахмута, где бои фактически переместились в частный сектор города. Ну видите, да, ситуация здесь очень сложная и действительно они валят толпой. Валят толпой, валят, идут просто затаптывают нашу оборону, но несут просто сумасшедшие потери. Кстати, американский институт изучения войны назвал эти потери просто ужасными. Но если уже американцы говорят, что это ужасные потери, то я даже затрудняюсь представить, насколько эти потери объемные. И они подтягивают, постоянно подтягивают туда новые части, подтягивают новый личный состав и все равно они идут в бой, они наступают. Странно, ну как бы, не то что странно, а просто дико слышать такие вещи в 21 веке, что они как в средние века просто идут на штурм, фактически со стрелковым оружием наперевес. Но тем не менее, также ситуация возле ступочек Ивановского пока остается очень тяжелой, там идут ожесточенные бои, результат этих боев на данный момент еще неизвестен. На Авдеевском, на Апаловском направлениях вновь прибывшие силы врага к активным действиям прибегнули только в районе Опытного и Водянова. На остальных участках там более-менее ситуация стабильная и снижена боевая активность. Но эти прибыли подкрепления, то есть новые подразделения мобилизованных, сразу же их кидают в бой. Никто там не ждет, не разбирается, где посчитали нужным, там и кинули в бой. На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелы из минометов ствольной и реактивной артиллерии всего подверглись обстрелам порядка более 40 населенных пунктов в этих двух областях. В остальном ситуация стабильная и контролируемая силами обороны Украины. Авиация силы обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и техники оккупационных российских войск. Также наши защитники уничтожили российский беспилотник типа Мерлин. Я так понимаю, что Орланов уже становится все меньше и меньше, промышленность не успевает их выпускать, если она их еще выпускает. Ну думаю, что выпускает. И они стали использовать в качестве разведчика, стали использовать беспилотники типа Мерлин. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов противника. То есть артиллерия тоже продолжает работать. Вот такие военные события произошли на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а теперь немножко о военно-политических событиях, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. Надо отметить, что сегодня, или напомнить просто вам, я говорил уже, сегодня начался саммит Украина и ЕС. Я не думаю, что там будут какие-то прорывные или сенсационные заявления. Там будет обсуждаться вопрос вступления Украины в Европейский Союз. По заявлениям нашего премьер-министра, готовность к началу переговора во вступлении в Европейский Союз Украины в 2024 году. То есть у нас есть 2023 год и максимум начало 2024 для того, чтобы выполнить домашнее задание, которое нам вот на этом саммите сейчас и будет согласовывать Европейский Союз. Кстати, все руководство Европейского Союза практически съехалось в Киев. И, видите, вторая, нет, третья уже, наверное, тревога за сегодняшний день масштабная. Ну, правда, самолеты взлетают в Белоруссии, откуда ракетных ударов не было уже очень и очень давно. Ну, а также посмотрим с вами, чем закончится. Какой у Каминике? Кстати, интересный факт. К лидерам Европейского Союза обратились с просьбой не одевать или не использовать в деталях одежды цвет камуфляжа. Точнее, не цвет камуфляжа, а цвет хаки. Цвет хаки у нас носит только президент Зеленский. Это его, он сделал это повседневной одеждой, но это логично, страна находится де-факто в состоянии войны. И президент носит элементы одежды цвета хаки, подчеркивая то, что он верховный главнокомандующий и страна воюет. Ну, начать с новости, это было как бы преамбула, но начать новости хочу с того, что парад, танковый парад продолжается. Великобритания выкупает бронетранспортеры, будет выкупать в Бельгии бронетранспортеры для Украины. Германия одобрила, я так понимаю, скорее всего, это танки, одобрила передачу Украине 88 танков Леопард-1. Я так понимаю, что это те танки, 100 танков, которые находятся у производителя, немецкой фирмы, производителя Леопардов. И о них речь шла еще летом, что их могут передавать. Это, по-моему, те танки, про которые Шольц говорил, что они технически неисправны, их нельзя передавать и так далее. Сейчас уже можно передавать и 88 машин с этой сотни. Это все сверху. Это не вот в эти 320 танков, о которых говорил наш министр иностранных дел Пан Кулеба. Нет, это все в плюс. И бельгийские бронетранспортеры, это все тоже в плюс к тому, что мы с вами насчитали 321 машину, именно танков, 321 танк из пакета, согласованного на Рамштайн-8. Следующая новость из Белоруссии. Там закончились учения 1 февраля, помните, да, летно-тактические учения совместные Россия-Белоруссия. Они закончились, но Россия, и несмотря на то, что Белоруссия свои самолеты вернула на аэродромы домашние, ну, то есть пункты постоянного базирования из Мачулища и Барановича. Вот два аэродрома, которые основные. А Россия не спешит возвращать свои аэродромы в Российскую Федерацию. То есть они остаются на аэродромах в Белоруссии. И вот эти самолеты, они сегодня нам и мотают нервы, ну, в частности МиГ-31, вот с этими якобы ракетами кинжал, они то взлетают, то садятся. Естественно, когда они взлетают, мы объявляем масштабную тревогу, понимая, что пуск может быть осуществлен в любой момент. На Кинзбургской косе, вот задавали вы вопросы, и пришла новость и пояснение. На Кинзбургской косе вооруженные силы Украины накрыли опорный пункт оккупантов. Есть потери в технике и личном составе. Ну, дело в том, что это, кстати, кусочек Николаевской области. Это коса, Кинзбургская коса относится к Николаевской области. И вот почему нельзя сказать, что Николаевская область освобождена полностью. А удержать эту косу невозможно. Почему? Потому что со стороны левобережной части Херсонской области она имеет... Это полуостров, если так географически брать. И Российская Федерация заезжает туда по суше, завозит машинами туда оборудование, вооружение, личный состав. И пытается строить там опорники и с этой косы наносит огневые удары по Очакову и его окрестностям. Вот наша арта отработала в том плане, что как только они построили и начали бить по Очакову, мы вычислили. И это же надо было еще поймать на позициях и нанесли ответный удар. Так что контрбатарейная борьба и плюс поражение противника на позициях отработано на отлично. То есть успешно. Надеемся, что на какое-то время обстрелы Очакова интенсивность снизится. Не сомневаюсь, что они будут накапливать эти силы. Но тем не менее, мы будем готовности нанести следующий удар, как только силы будут накапливаться. Еще одна новость из Белоруссии пришла, точнее из России, из страны-агрессора. Российская Федерация закончила обучение белорусских специалистов на использование ракетного комплекса «Искандер». Анонсировалось давно, еще летом, анонсировал Лукашенко, что Россия передаст комплексы «Искандер» в состав вооруженных сил Белоруссии. Для нас это тревожный звоночек. Объясню почему. Потому что баллистические ракеты комплекса «Искандер» летят на дальность до 500 километров. Довольно проблематичны в своих перехвате и сбитии. Ну и появление комплекса «Искандер» в составе вооруженных сил Белоруссии, конечно же, для нас создаст дополнительные риски. Хотя обучение закончилось, но пока что разговор о передаче ракетной бригады «Искандер» из состава ВС России в состав ВС Белоруссии речь не идет. Но тем не менее, белорусы сегодня приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Возможно, это будет передана та бригада, которая сегодня находится в Белоруссии и стоит вдоль границы российской, украинско-белорусской границы, со стороны Белоруссии. Возможно. Далее, Израиль. Очень интересная новость. Все-таки переломилась. Видите, тенденция пошла в нашу пользу. Видимо, визиты представителей американского политикума и спецслужб все-таки помогли Израилю пересмотреть позицию в отношении военно-технической помощи Украине. Премьер-министр Израиля Бенгемин Нетаньяху рассматривает возможность передачи Украине военной помощи оборонного характера. Это может включать и системы ПВО типа «Железный купол». Об этом нам сообщает CNN. Очень хорошая тенденция. Ну, там, если правительство сейчас пересмотрит, а у них, в принципе, в Израиле большинство населения настроено на то, чтобы поддержать Украину. Так что, не ровен час, мы можем получить от них оборонительные системы вооружения. К оборонительным относятся, в первую очередь, относятся ПВО. Ну, я уже говорил, что Великобритания выкупает у Бельгии бронетранспортеры. Есть новость о том, что появилась, точнее, новость о том, что Швейцария нашла выход, как передать нам вооружение, но при этом не нарушить свою конституцию, в которой четко и ясно, как они говорили, написано, что они нейтральная страна. Швейцария за символическую плату продаст свои танки Польше, Словакии и еще там кому-то, по-моему, Чехии. А дальше они могут распоряжаться этими танками. Ну, там идет намек на то, что дальше они могут передать эти танки Украине. Но сам факт, что Швейцария за символическую стоимость, ну, в качестве примера можно вспомнить, как создавался Конкорд. Когда Конкорды были построены на заводе, их передача французской эксплуатационной компании осуществлялась на основании договора купли-продажи. Цена одного Конкорда была, по-моему, один франк или один фунт, извините. Британия, Великобритания продавала Франции Конкорды по одному фунту за штуку. Это было просто, надо было таким образом переоформили. Вот то же самое сделала сейчас Швейцария. Видимо, почитали историю и решили продать танки. За сколько, я не знаю, может за швейцарский франк, ну, может там за 100 франков или за 1 евро. Но с прицелом того, что эти танки могут оказаться в Украине. Опять же, это сверх пакет, о котором мы говорили ранее. Следующая новость, это подтверждение тенденции того, что сейчас идет, на мой взгляд, вторая волна обучения, набора наших военнослужащих на обучение в странах-партнерах. Ранее Европейский Союз заявлял, что они хотят, помните, они говорили где-то осенью, что они готовы обучить наших военных. Число называлось военных 15 тысяч. Сейчас уже заявлено, что они готовы обучить 30 тысяч. Вчера наши военнослужащие прибыли в Германию и приступили к освоению комплекса Патриот. Кстати, вот, ну да, у нас же теперь несколько будет, три страны заявили, что готовы передать. Потому что на этой неделе, на начале недели, наши военнослужащие прибыли в Соединенные Штаты. Там, в Южных Штатах, то же самое, на полигоне приступили к освоению комплекса Патриот. Так что, видите, я так понимаю, во-первых, вереница эшелонов с техникой и вооружением потянулась к нашей границе со стороны Европейского Союза или стран Европы, так правильнее будет стоять, сказать. Плюс наши военнослужащие поехали, вот в Великобритании было танкисты приехали, в Штаты полетели ПВО специалисты, в Германию приехали специалисты ПВО и танкисты прибыли на этой неделе в Германию для обучения. Кстати, интересный момент, то что министр обороны Германии решил посетить полигон, где проходит обучение нашей военнослужащей на танках «Леопард-2». Ну и как министр обороны, видимо, решил сам прокатиться, ему предложили, он решил прокатиться на танке «Леопард-2», чтобы хотя бы понимать или почувствовать, что такое эта боевая машина. Кстати, на полигоне, на видео, на полигоне тоже сильнейшая распутница, видимо, в Германии дожди, ну и 60-тонный «Леопард» прекрасно ходит по вот этой вот, месит грязь с гусеницами, но маневренность свою не теряет. Так что, думаю, что и у нас они тоже будут прекрасно маневрировать на поле боя, несмотря на весеннюю распутницу. Комплекс «Италия» передаст нам, ну я так понимаю, что в Италии тоже появились наши военнослужащие для обучения по обращению с комплексом противовоздушной обороны «САМП-Т». И итальянская, точнее «Рейтерс» сообщает нам со ссылкой на Министерство иностранных дел Италии о том, что этот комплекс будет развернут через два месяца. То есть в апреле месяце на боевое дежурство в Украине заступит комплекс «САМП-Т». О его характеристиках и его возможностях мы поговорим чуть позже, там есть вопрос, я на него буду отвечать и там раскрою более подробно относительно этого комплекса. Ну и в конце «Ягодка на торте», как бы на посошок, но новость из военно-политических я хотел процитировать Анжиа Дуду. Это президент Польши, он высказал таковую цитату вчера, что «Я готов построить железный занавес до самых небес, лишь бы не допускать к нам Российскую Федерацию. Пусть Россия оставляет себе свой русский мир, если он им нравится. Нам он не нравится», сказал Дуда во время визита в Ригу в четверг, 2 февраля. То есть вчера. Вот на такой новости, я думаю, что нам тоже надо это взять на вооружение, я имею ввиду в плане железного занавеса. Потому что пока там не сменится несколько поколений, пока не пройдет перерождение нации для осознания всей тяжести тех преступлений военных, которые они совершили. А я считаю, ответственность лежит на плечах каждого. Почему? Потому что они вырастили Путин, они за него голосовали. Сочиняли там песенки про Путина, что он может все, что угодно, все, чего не может Путин, не может быть. Помните, как они там всей страной бегали и пели ее на каждом углу. Так что пока они не переродятся, пока они не осознают и поколение не сменится, несколько поколений не сменится, которые будут пропагандировать или внедрять в жизнь политику, не имперскую политику, я так скажу, не диктаторскую политику. До тех пор, да, железный занавес до небес. Как говорили, 6-метровая бетонная стена с колючей проволокой и широкий ров с крокодилами. Вот это наш вариант. Так что вот такой вот. Ну что ж, на этом мы первую часть нашего видео закончим. И я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, для тех, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, тогда его смогут увидеть большее количество людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как всегда, по традиции, по традиции ответом на те вопросы, которые вы прислали. И первый вопрос сегодняшнего дня, он немножко конспирологический, он звучит следующим образом. Расскажите, пожалуйста, что такое УВБ-76 в радиоэфире. А то много противоречивой информации ходит с интернета. И относится ли оно к периметру. Ну или, помните, система мертвая рука. Я вам вчера объяснял об этом. Что такое УВБ-76? УВБ-76, коротковолновая станция, которая вещает на коротких волнах. Покрывает весь земной шар. Ее можно на частоте 4632 Гц. В частоте могу ошибиться, но примерно где-то в этом диапазоне. В Википедии можете посмотреть точную частоту и убедиться, что она до сих пор вещает. Найдя приемник с КВ-диапазоном и настроившись на эту частоту. Очень загадочная вещь, которая никем никогда не объяснялась. Она вещает со времен Советского Союза, со времен Холодной войны. По-моему, в 1972 году она начала вещать. Несколько станций вещали эту информацию. В последствии изначально все было засекречено, никто даже не знал откуда место вещания. Сейчас несколько станций было рассекречено и закрыто. По некоторым оценкам вещает одна, но максимум две станции. Одна, по-моему, в районе Санкт-Петербурга, другая где-то там в центральной части Российской Федерации. То есть ближе к Уралу, она на европейской стороне. В чем загадочность этой станции? В том, что ее называют жужжалка. Она передает жужжание в эфир. И информация этой станции полная абракадабр. Полная. Там вот это жужжание, иногда слышно голоса на фоне жужжания там где-то в глубине. Ну вот как будто, знаете, идет сигнал в эфир. И диктор встал и отошел от стола. И разговаривает со своим другом. И вот эти голоса слышно в микрофон, что он как будто бы включен. Понять, о чем они говорят, невозможно. Но голоса различаются. Что это несколько человек ведут разговоры. Ходят, какие-то предметы переставляют, наверное, потому что какие-то звуки. Но это на фоне жужжания. Потом жужжание резко, допустим, прекращается. И идет какой-то набор букв, слогов и цифр. И никто не может объяснить, к чему это прязано. Потом опять жужжание возобновляется. И так это длится непрерывно, круглосуточно с 1972 года. Я думаю, что, скорее всего, много теорий существует. Все теории конспирологические, сразу вам скажу. Объясняющие, что это за станция. Но, на мой взгляд, человека военного, я думаю, что это может быть способ передачи информации для агентурной сети по всему миру. Какая криптография используется для шифрования сигнала, сказать очень трудно. Не помню, как называется, по-моему, «Энигма» так фильм и называется. Есть художественный фильм, есть документальный фильм о том, как Великобритания в начале Второй мировой войны расшифровывала вот эту машинку, кодировочную машинку немецкую «Энигма». И вот там именно эпизод, как подбирались коды, сколько может быть вариаций, вариантов, точнее, кодирования сигнала для понимания масштаба. Поэтому здесь то же самое может быть, никто не знает, никто, видимо, не занимался, а может и занимались западные спецслужбы. Ну, вот она продолжает, эта станция, вещать. Раз она продолжает вещать, хотя холодная война закончилась, и отношение, скорее всего, к системе «периметр» или «мертвая рука», как ее назвали американцы, это вот ответно-встречный ядерный удар, эта система не имеет. Объясню почему. Потому что система «периметр» ответного ядерного удара, когда погибли все, вот почему назвали американцы «мертвая рука», что якобы из могилы раз и нажали кнопку, она срабатывала на основе показаний сейсмодатчиков. То есть, если сейсмодатчики фиксировали колебания почвы, которые могли быть классифицированы как ядерный взрыв, тогда запускалась командная ракета со стационарных шахтных пусковых установок, так называемая командная ракета. Это ракета, которая опрашивала другие шахтные пусковые установки, все, которые ей отвечали, она уточняла передачу им целей, то есть она или перенацеливание делала, она давала данные с целей по приоритетности, то есть вот там первая или десятка или двадцатка была, вот она уточняла, закладывала именно эти цели и давала команду на пуск этих ракет в шахтных пусковых установках. Вот это называлось система периметр или американское название, или бентагоновское название, мертвая рука. Радиостанция, которая вещает на коротких волнах, она, ну говоря, одна из теорий говорит о том, что якобы если прекратится ее уничтожить, прекратится подача сигнала, то сработает система периметр. Нет, система периметр работает от командной ракеты, вот так, как я вам рассказал. Так что, скорее всего, это радиостанция для передачи данных. Кому и каких, вот тут уже у каждого фантазия своя. Следующий вопрос. Возник еще один вопрос, если можно, расскажите, или зрители знают. Попалось видео, как солдаты моют снаряды. Видимо, что это была солярка. На видео старая зенитная пушка, вроде С-60. Снаряды к ней. Нет, это, смотрите, это стандартная процедура, это обязательная процедура. В артиллерии мытье снарядов, ну это самое моторочное, сразу как артиллерист скажу. Почему? Потому что, смотрите, на снаряды после изготовления, каждый снаряд, каждая гильза проходит консервацию. И консервируется она специальной смазкой. Эта смазка в горячем состоянии напыляется, ну напыляется, сказать, это сейчас современные высокие технологии, она напыляется тоненьким слоем. И может даже нет необходимости новые современные снаряды мыть. А раньше она обливался, снаряд фактически обливался. Или окунался в ванну с этой консервационной смазкой. Она застывает. По консистенции она примерно как пластилин. Такой пластилин, знаете, который на холоде, из холодильника достали, вот такой пластилин. И ее надо обязательно сошкрябывать со снаряда или смывать со снаряда. Почему? Потому что она дает очень большой нагар и в результате она забивает зарядную камеру и забивает ствол. В какой-то момент вы не сможете зарядить снаряд. Если снаряды будут не мытые или не очи. Мы их чистили, специально нам делали металлические скребки. Почему? Потому что там еще есть бумага укупорочная, которая прокладывается в тех местах, где снаряд ложится на ребро жесткости, чтобы он не болтался в ящике. Так вот в этом месте снаряд обматывается этой самой бумагой, специальной бумагой и как правило ингибиторной. И соответственно она прилипает, эта бумага. Отодрать ее невозможно. И вот мы ее сошкрябли. Вообще положено по классике мыть керосином, тракторным керосином положено мыть эти боеприпасы. Но тракторный керосин это же дорогущее удовольствие. Поэтому как правило сливают немножко солярки с дизельных машин и тряпками моют. В зимнее время это я вам скажу, что наверное самое не из приятных удовольствий мыть снаряд. Но если ты их не помоешь, то орудие может просто заклинить в какой-то момент. Ну и дальше начинается соответствующая мышиная возня вокруг заклинившего затвора или заклинившего снаряда в стволе и так далее. Вот почему они их моют. Современные технологии видимо позволяют напылять краску таким тонким, точнее смазку таким слоем. И возможно качество смазки такое, что она выгорает полностью. Так что вот такая вот картина ее моют. Чем старее снаряд или пушка, тем больше на ней консервационной смазки. А усиленную крышку на заряде, который предотвращает намокание пороха в гильзе, если раздельно гильзовое заряжание, то поверьте, ее чтобы вытащить надо приложить усилие, либо использовать что-то вроде монтировки. Она вообще залита, просто залита слоем. А с ней стрелять тоже нельзя, она не полностью сгорает в стволе при выстреле. Тоже надо ее удалять. Усиленную крышку. Следующий вопрос. Тривалий час переглядаю вашу аналитику. Дякую за информацию. Есть вопросы. Как вы считаете, каким шляхом будет звильнена Запорожская атомная электростанция, если на ее территории организована оборона? Никто в лоб штурм не пойдет. Я уже неоднократно вам говорил, что Запорожская атомная, на мой взгляд, субъективный взгляд, но на мой взгляд, ее надо просто оставлять в тылу и все, она попадает в окружение. Если мы начинаем наступление на Мелитополь, новую Каховку, или даже на Мелитополь, просто на Мелитополь, Запорожская атомная остается в окружении. Сколько там гарнизон продержится? И не надо будет даже стрелять. Дальше там переговоры, парламентеры и условия сдачи гарнизона. Вот и все. Вот это самый простой, самый быстрый, на мой взгляд, способ. Поэтому я думаю, что вооруженные силы Украины даже не будут отвлекаться на... Туда, конечно же, будут направлены войска, которые возьмут в осаду станцию. Но штурмовать, поверьте, никто не будет. А так как она останется в глубоком тылу, в случае успешного прорыва наших войск в направлении Мелитополь, то либо гарнизон сам уйдет, чтобы не остаться в окружении, либо гарнизон окажется в окружении. Вот вам способ освобождения атомной станции. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о французской и итальянской системе ПВО-САМП-Т. Чем она отличается от Патриот? Какие ракеты может сбивать? Сколько нам батарей пообещали? Какие города в Украине она может прикрыть? И что лучше может подойти для защиты Харькова, Патриот или САМП-Т? Ну, смотрите, я говорил уже, по-моему, неделю назад об этом, но повторюсь, раз задаете такой вопрос, я понимаю, что волнует. Система САМП-Т это европейский аналог Патриот. Они абсолютно идентичны. Только то американская разработка, а здесь разработка итальяно-французская. Передают нам один комплект, одну батарею и к ней дают 700 ракет. Там, кстати, вопрос был, Италия дает, по-моему, комплекс, саму батарею, весь комплект. А, еще он отличается тем, что французский, они есть два варианта, есть французский вариант и есть итальянский вариант. Отличаются они, они шасси. Естественно, во Франции, во французской армии этот комплекс расположен на французском шасси, грузовике, а в итальянском варианте он расположен на итальянском шасси. И вот этим они, как бы, между собой. И так вот, вопрос был по ракетам спорным, кто будет, Италия дает комплекс. То есть, Франция согласовалась с Италией, что вместе они дадут 700 ракет. В каком соотношении нам уже не важно, главное, что дадут. 700 ракет, 700 целей практически. Он может сбивать все, в том числе и баллистические ракеты. То, чего нам крайне необходимо. Это первый момент. Второй момент, он может работать точно так же, как Патриот, может работать в режиме онлайн с космической разведкой, с авиационной разведкой. Ф-16, на который мы очень сильно надеемся, могут работать в спарринге с этим комплексом в качестве перехватчиков и в качестве самолетов-разведчиков. То есть, они могут обнаруживать и сообщать о воздушных целях, в том числе и баллистических ракетах. А могут перехватывать по наведению этого комплекса. Вот что такое. Напомню, что по характеристикам он такой же примерно. До 200 км максимальная дальность поражения. Это по самолетам, типа транспортники и бомбардировщики. По баллистическим ракетам, по-моему, у него там 40-45 км. До 45 км максимальная дальность поражения. По высоте 24 км этот комплекс. Ну, полный аналог, еще раз повторю, полный аналог Патриота. Вопрос, где он будет расположен, очень щепетильный вопрос для всей страны на сегодняшний день. Особенно городов, таких как Запорожье, Днепр, Харьков, Николаев, Херсон. Ну, Николаев уже, наверное, меньше. Хотя достают Рокея. А Чаков, вот сейчас тоже. Марганец, Никополь. И этот список можно продолжать и дальше, и дальше. Патриотов, насколько я понимаю, будет три. Уже нам пообещаны и готовятся наши ребята его принимать. СМАРТ, САМПТ будет один комплекс. Ну, он по возможностям, как я и говорил, одна батарея САМПТ может, допустим, закрыть такой город, как Харьков или Киев. Так что, и в течение двух месяцев. Вот я в оперативной обстановке, сегодня появилась из Италии новость, что в течение двух месяцев он приедет сюда уже вместе с нашими расчетами. Наши расчеты уже там, уже учатся. Уже принимает этот комплекс. Так что, в апреле он встанет на боевое дежурство. Сможет ли российский Ланцет вывести из строя танк Леопард или Абрамс? Ну, тут вопрос очень и очень такой, я бы сказал, неоднозначный. Дело в том, что по тем характеристикам, которые мы знаем, Ланцета, он и наши танки-то не особо выводит из строя. Он больше идет по легко бронированной и не бронированной технике. Это вот этот момент. Это раз. Второе, у него очень маленькие размеры и небольшой вес. И благодаря этим, я считаю, что это в данном случае для нас это огромный плюс, он и может быть пойман даже маскировочная сеть. Даже капроновая маскировочная сеть может, Ланцет может в ней запутаться и не долететь. Кстати, есть, по-моему, видео или фото, где стоит польский краб из состава наших подразделений. И Ланцет висит, запутавшийся Ланцет висит на маскировочной сети над этой нашей самоходной установкой. Так что, вопрос по танку, это очень, это, знаете, как гранатомет ручной, типа РПГ. Он может, может, теоретически, если попадет в нужное место. Точно так же. А сверху, ну, для Ланцета мест довольно мало. Плюс, вы не забывайте, он хоть и управляемый оператором, но у него существует, есть такой хороший момент для нас, у Ланцета существует задержка видеосигнала. То есть, он опаздывает там буквально на одну-две секунды, что очень сильно осложняет оператору его наведение. Поэтому они предпочитают просто навести перекрестие на цель и удерживать его, пока Ланцет не попадет в эту точку, в которую показывает оператор. Так что, ну, скажу так, что, скажу, что большая проблема, наверное, на мой взгляд, большая проблема, судя по характеристикам для Ланцета, вывести из строя такие танки, как Леопард и Леабрамс, если они с нашими не справляются. Как вы думаете, как будет называться эта война? Под какое имя она войдет, под каким именем она войдет в историю? Слава Украине, привет из Норвегии. Ого, далековато. Ну, на мой взгляд, опять же, это же мой личный субъективный взгляд, скажу так, что, на мой взгляд, я бы эту войну назвал национально-освободительная война. Почему? Потому что вот эта доминантность Российской Федерации на протяжении, там, сколько уже, 400 лет, да, сколько, Переяславской ради, сколько лет. Мы, наконец-то, должны от этого освободиться. Наконец-то. Это первый момент. Второй момент, это то, что цели этой войны Путин, диктатор Путин ставит исключительно ликвидация Украины как государства и ликвидация украинцев как нации. Подмена нас с вами, гражданами Российской Федерации с последующим утверждением, так это же мой же один народ. И какая Украина? Ее Ленин придумал, вот, в 18-м году, как когда-то Высоцкий пел, да, это все придумал Черчилль в 18-м году. Это и худые черти колотят воду во пруду, что-то в этом роде, понимаете. Поэтому я бы назвал эту войну национально-освободительной. Как напишут историки, трудно сказать. Почему? Потому что наша война имеет геополитическое, стратегическое значение для всего мира. Наша война сломала старый мировой порядок. Полностью сломала. Я не знаю, сколько еще просуществует ООН, но она в аморфном состоянии. Она разлагается и скоро уже будет, наверное, издавать нехорошие запахи. Поэтому от нее, скорее всего, скоро избавятся. Но в любом случае, к старому миропорядку мы уже не вернемся никогда. И в мире сейчас идет борьба за создание нового миропорядка. Поэтому, как ее назовут мировые историки, трудно сказать. Но я бы назвал национально-освободительной войной. Олег, как Вы думаете, если Украина и Россия смогут накопить резервы в военной технике и людских ресурсов, фронт остановится и война затянется, или обе стороны будут идти в атаку на разных направлениях. Либо, ну, если, как Вы пишете, гипотетически допустить, что и мы, и Россия формируем достаточно сил и средств для наступательной операции, то, да, можно провести встречную операцию на разных направлениях. И тут, опять же, выиграть сильнейший. Тут, кто либо более успешно будет наступать и при этом удержит оборону в случае наступления противника. Либо, либо наоборот, оборона искует основные силы противника и будет наступать на другом направлении. Но я думаю, что в любом случае, как бы ситуация ни повернулась, в любом случае никто не собирается затягивать эту войну. Никто. Россия выдыхается сейчас, как бы она там ни пыжилась, как бы страшилки нам не рассказывали. Но, в общем, идет тенденция к снижению боевых потенциалов или боевых возможностей самой Российской Федерации, как государства. Идут мобилизованные, более низкого качества техника и вооружения начинают поступать, более низкого качества количество людей. Они воюют, смотрите, в основном с живой силой, а не танками. Да, артиллерия еще там превосходства есть. Да, по технике они могут на одном направлении, могут создать превосходство, но на одном направлении. И в основном они берут массовостью. Вот это вот Путин надеется, диктатор Путин надеется, что россияне согласны идти в бой и умирать, не знаю за что. Он пытается натянуть на эту войну, кстати, к идеологии, пытается натянуть на эту войну понятие отечественная война. Что ты за царя и отечество воюешь. Но царь как бы второстепенно, а вот отечество в первую очередь. Иди и защищай, иди и умирай. Причем у них идеология не защищать, а умереть за отечество. Это немного разные вещи, но тем не менее. Поэтому они пока что идут и умирают. Но сколько они еще будут идти и умирать? Сколько они согласятся? Где этот болевой порог России по потерям? Когда общество скажет, ну подождите, сколько же можно умирать? Мы же не безразмерная или не бездонная бочка, чтобы умирать десятками или сотнями тысяч человек. Плюс раненые, плюс и все остальное. Поэтому я думаю, что Россия не может затягивать. Поэтому Путин и пугает всех и вся. А чем он может пугать? У него, кстати, единственная пугалка осталась, это ядерная дупина. Ну а мы и наши партнеры тоже не собираемся затягивать войну. Мы в любом случае тоже несем потери. Нам не хотелось бы терять наших военнослужащих в этой войне. Поэтому мы давим нам партнеров и наконец-то, я так понимаю, плотина прорвана. И вот поток вооружения, он ринулся в Украину. И дальше он будет только наращиваться. И с таким потоком вооружения, конечно же, и Запад будет, давая нам такое оружие, вот эти страны-партнеры будут требовать от нас ускорения победы. И будут ждать, когда она закона. Посмотрите, уже пишут планы восстановления Украины. Поэтому я не думаю, что эта война может затянуться. Вы сказали, что теоретически возможен десант со стороны Белоруссии. Но при этом вы всегда говорите, что даже истребители не залетают к нам, так как их сразу собьют. Так вот вопрос, если сверхзвуковые истребители будут сразу сбиты, то как могут даже теоретически прилететь вертолеты с десантом? Это же вообще легкая мишень. Вертолеты, нет, это не легкая мишень, это довольно сложная мишень. Кстати, вертолеты, чтобы не прощелкать, надо сидеть с переносными зенитно-ракетными комплексами на позициях. Либо надо иметь сеть, развитую сеть тактических средств ПВО. Именно тактического звена, ближнего радиуса действия. Почему? Потому что вертолеты могут идти практически по верхушкам деревьев. И тогда радары больших систем ПВО, среднего и дальнего радиуса действия, их не видят. Их видит только ПВО тактическое, ближнего радиуса действия. Но при условии, что они попадают в зону действия их радиолокационной станции. Ну а так, вот когда вы, допустим, представьте, вы стоите на какой-нибудь опушке леса, слышите вертолет, взводите там ПЗРК типа Стингер. И вот у вас сколько времени, когда вертушка пролетает в той части, где вы ее видите? Вот в этом есть некоторая опасность. Но судя по тому, как у нас развита эта система, я надеюсь, что она сработает именно таким образом, что они не дойдут до, точнее, не смогут далеко углубиться на нашу территорию. Это, кстати, показывает опыт линии фронта. Вот на линии фронта там постоянно мы сбиваем их вертолеты. Поэтому я и говорю, что теоретически они могут прилететь, но практически, я надеюсь, что наши силы обороны им этого сделать не дадут. Наступное запитание. Как идёт передача в Украине польских літаков МИГ-29, которые находятся на авиабазе «Рамштайн» с травня 2022 года. Когда Словачина передасте списанных літаков МИГ-29, они же обещали. Заздалеги, спасибо за наданную информацию. Константин, место Днепро. Ну, во-первых, сразу скажу, что почему решили, что Словачина списанные самолёты даёт. Это самолёты из боевого состава Словакии. Просто они их сняли с боевого дежурства и готовы нам передать. Что касается польских МИГов 29-х, они действительно находятся на базе «Рамштайн». Скорее всего, их туда перегнали, чтобы Польша, зная настроение польского руководства, чтобы Польша, вопреки всем и вся, не передала их нам. Почему? Потому что, на мой взгляд, эти самолёты проходили модернизацию в той стране, которая не хочет, чтобы их образцы вооружения попали в этот конфликт именно в состав на стороне Украины. Там авионика, скорее всего, стоит, не будем пока называть страну, и эта страна, видимо, категорически против. Поэтому самолёты были быстренько перегнаны в «Рамштайн». И вопрос передачи польских МИГов с этого момента закрыт до сих пор. И, кстати, он не поднимается до сих пор. Сейчас вот опять всплыл вопрос о передаче словацких МИГов. 15 машин они нам должны передать, по-моему. И да, и Словакия сказала, что да, мы готовы передавать. Пожалуйста, переговорный процесс идёт. Идёт обсуждение условий передачи этих самолётов. И, возможно, эти МИГи появятся, ну, может быть, в ближайший месяц-два эти МИГи появятся в составе воздушных сил, вооружённых сил Украины. А с польскими вопрос глухо закрыт. И я не знаю, что там могло быть такого модернизированного, что авторы или правообладатели этой модернизации категорически против передачи этих МИГов. Их держат на немецкой авиабазе. Это НАТОвская авиабаза, она из состава войск НАТО. Но расположена на территории Германии. Так что ситуация с самолётами, вот с этими, я так понимаю, что F-16 может разрешиться ситуацией намного быстрее. Сегодня была опубликована новость Белым Домом. По-моему, CNN опубликовала эту новость, что Белый Дом дал добро, практически дал добро на передачу. Сказали, что Белый Дом не будет возражать, если какая-либо из стран захочет передать Украине самолёты F-16. Пожалуйста. Готовы? Передавайте. Надо официально, пишите запрос, официально ответим. Но вот такую информацию опубликовали. Я так понимаю, что F-16 мы получим раньше, чем эти 29-ые МИГи. Дайте прогноз насчёт Константиновки. Орки будут брать город? Надо эвакуироваться? Ну, смотрите, прогноз я давать не буду, потому что ситуация очень сложная. Вообще, на Бахмутском направлении. И скажу так, вот если мы говорим, моё личное мнение вы спросили, вот вчера, допустим, я говорил про Краматорск, я бы уехал из Краматорска. Потому что те ракетные обстрелы, которые идут по городу, каждый раз играть в рулетку, вытаскивать лотерейный билет, попадёт, не попадёт, я бы, наверное, не стал. То же самое скажу про Константиновку. Если есть возможность, ну, я думаю, что стоит уехать. Тем более, что до Константиновки может доставать артиллерия, насколько я понимаю, уже российская. Поэтому смотрите, смотрите сами. Насчёт будут брать, не будут брать, то тут скажу так, что шансов взять Константиновку в российских войск очень и очень мало. Сегодня уже 3 февраля, Путин сказал до 28-го захватить Донбасс. Ну, судя по темпам продвижения, надо где-то ещё год российским войскам, чтобы захватить Донецкую область в границах, в административных границах. Поэтому вот так вот. Так что думайте, если есть возможность, на мой взгляд, лучше уехать. Я бы Таня. После вступа Украины до НАТО у нас на озброене будут ли такие F-22, F-35, геликоптеры Апачи? Смотрите, я бы не привязывал это к вступу до НАТО. Вот я так скажу. У меня своё видение, ну, отлично у меня своё видение по поводу нашего членства в НАТО. Я очень в этом сомневаюсь. Я думаю, что мы останемся в статусе партнёра с расширенными возможностями. Но! Я напомню, что на последнем саммите НАТО было принято решение, Йенс Столтенберг об этом огласил, что помочь... Они сейчас создают полностью программу и будут помогать Украине пройти стопроцентное перевооружение на западные образцы вооружений. Им нужна Украина с хорошей, хорошо вооружённой, обученной, боеспособной армией. Почему? Потому что, если опять имперские амбиции будут возрождаться, то кто будет воевать с Российской Федерацией? НАТО? Нет. Посмотрите, где сейчас НАТО? НАТО стоит в километре. На пушечный выстрел не подходит к этому конфликту. Ну, я понимаю, с каких соображений. Где-то даже это оправдываю. Я считаю, что правильно такая политическая позиция НАТО, чтобы не превращать войну в мировую. Поэтому и членство наше, на мой взгляд, под огромным вопросом. Но полное перевооружение, переход на стандарты, полная интеграция нашей армии и системы безопасности Украины в НАТО, да, она, не то что возможно, она будет осуществлена. После нашей перемоги она будет полностью осуществлена. Естественно, у нас появится в составе вооруженных сил Украины могут появиться Ф-22, Ф-35. Причем один без другого не может. Кстати, вот как Ф-15, Ф-16, они парные самолеты для друг друга, они создавались. Также Ф-35, Ф-22, они тоже парные самолеты. Поэтому, ну и Апачи тоже появятся. И Абрамсы с броней из обедненного урана тоже появятся. Поверьте, появится все. Может появиться еще и наше отечественное, типа Борисфена, оперативно-тактического ракетного комплекса, или Сапсана. Как мы его назовем, это уже не важно, но он у нас будет. И с дальностью пуска не 500, а 1000, может быть и 2, и 3. Сейчас нет ограничений на среднюю дальность. До 5,5 тысяч можем смело клепать любой ракетный комплекс, а у нас и технология полностью есть, и конструкторское бюро есть. Ну и еще один вопрос. Чи есть шанс у нашей краины видновить статус ядерной державы? Це ж найкращая гарантия безпеки Украины. Южно-Украинск передає витання. Нет, скажу сразу, нет. И здесь я почти уверен, что никто не даст нам постановить статус ядерной державы. Почему? Потому что клуб не будет расширяться. Это раз. Даже на нашей территории НАТО не будет держать ядерное вооружение. Объясню почему. Потому что мы будем являться буферной зоной. Тактическое вооружение всегда можно будет привезти, доставить в любой момент, если такая необходимость будет. Это не проблема в любой войне, даже вот сегодняшней, допустим, переместить. Я имею ввиду технически переместить заряд. Не подумайте, что завтра уже везут там, или Россия уже везет. Нет. Ядерный боезаряд. Но технически, тактическая нет проблем. А стратегическое лучше применять с большого расстояния. Потому что, ну вот, допустим, МБР, межконтинентальная баллистическая ракета, минимальная дальность пуска 6000 км. То есть ближе ставить ракету невозможно. Она не полетит ближе. Вот. Поэтому это раз. Ну и для того, чтобы возродить ядерный статус, нам надо стать вторым Израилем. И ни от кого не зависеть. Хотя Израиль, как выясняется, сегодня и очень даже зависит от Соединенных Штатов. И тоже трудно сказать, насколько они самостоятельны в военном отношении, в политическом или финансовом. Поэтому тут не нам решать. Вот что еще обидно, и что еще надо признать как факт. На сегодняшний день 30 лет мы грабили страну, и она ослаблена настолько, что мы зависим на 150% от наших стран-партнеров. Поэтому не будем мы ядерной державой. На рахунок Нурсов у Гвинтокрилів. Гвинтокрил все равно в зоні ризику. И возможности сбиття, или неэффективное завдание, такого же уражения за допомогою БМ-21 Град, они находятся далеко от фронта. Издает семенищу втрату этих Гвинтокрилів набагато гирше, ніж Град. Да, согласен, что Град даже помощнее будет, чем Нурс. Но, видимо, есть особенности в применении вертолетов, и поэтому их все-таки применяют. Видимо, не всегда есть возможность применить систему Град в том или ином месте. А вертолеты, которые дежурят на аэродромах подскока, могут это сделать в течение там нескольких, ну максимум десятков минут подлететь и нанести удар. Насколько он эффективен, это уже показывается сам бой. Попали летчики, не попали. И судя по тому, как мы наблюдаем на видео, как они кабрирование проводят, то я бы не сказал, что они в зоне риска. Они довольно далеко от переднего края, после чего он выпускает тепловые ловушки, разворот и сразу же уходит в глубину территории. Опять же, практически крадучись, касаясь колесами шасси своими верхушек деревьев. Или прячась в складках местности, по низинам, по рекам уходят и точно так же появляются. Кстати, в этом и тактика применения вертолета в огневой поддержке. Когда он идет практически по земле, а потом делает горку, выскакивает, наносит удар, опускается и уходит. Сейчас он не выскакивает, сейчас он просто задирает нос, наносит удар, разворачивается и уходит. Каждое оружие имеет свою эффективность. Я думаю, что в этом случае применение вертолетов, даже с учетом рисков, оправдано. И, видимо, оно необходимо. Поэтому они и применяются. Знают ли наши военные, откуда ведутся обстрелы Славянска и Краматорска с установок С-300 и Искандер? И почему они не уничтожают эти установки с помощью противорадарных ракет ХАРМ с наших истребителей? Ну, давайте так, по порядку. Точнее, Искандер установки. Дальность спуска Искандера 480 километров, гарантированная. До 500. Вот мы говорим, 500 километров. Искандер может находиться на таком удалении от Краматорска. Может на 300 стоять. Туда ракета не достанет. ХАРМ ракета 150 километров дальности. Это раз. Второе, Искандер не может являться целью для ракеты ХАРМ, потому что у него нет радиолокационной станции. Он ничего не излучает. Это высокоточная ракета, которая летит по баллистической. Это баллистическая ракета. Летит по баллистической траектории по определенным координатам цели. Они делают расчет, вносят поправки. И ракета на первом участке, активном участке траектории корректируется. И дальше летит, как свободно брошенное тело по баллистической траектории. И попадает. Надеюсь, объясню, что ракета ХАРМ никак не может достать Искандер. Что касается С-300, то тут огромная проблема в том, что да, С-300 стоит где-то рядом с линией фронта, километров 20-30 от линии фронта. Почему? Потому что общая дальность где-то 100, ну максимум 120 километров. Это ракетами, старенькими ракетами, если их переделывать в класс земля-земля. А если, ну, С-300, они используют новые ракеты для 400-го комплекса, они на 200 километров летят. Даже больше, там, 200-250. Точнее, не в классе, а в варианте земля-земля. Но, для того, чтобы поразить С-300 ракетой ХАРМ, надо поймать ее на позиции. Понимаете? Надо совместить обстоятельства того, чтобы самолет с ракетами был, будем так говорить, на позиции в воздухе, в каком-то квадрате определенном, готовый к пуску ракеты. И тут раз, включилась радиолокационная станция, она засветилась, то есть, да, летчик делает боевой разворот, заходит на курс цели и делает пуск ракетой. Ура! Ракета попадает в радиолокационную станцию, но не в пусковую установку. А пусковая установка в этот момент может свернуться и уехать. Потом они берут другую РЛС и она опять подсвечивает. У нас было пару таких серьезных накрытий комплексов С-300 в районе Токмака. Вот когда по Запорожью они лупили, вот тогда мы там их хорошенько накрыли. Но там это было осуществлено с помощью разведки. Разведка поймала выдвижение и артиллерия успела отработать и быть готовой к нанесению удара, как они только развернулись, мы их накрыли. Вот только в этом случае ракета Харм РЛС-ку накроет, но надо поймать. Вот в этом как бы тут кошки-мышки, к сожалению. Вот в этом и война. Кто кого перехитрил, тот и на коне. Ну что ж, на этом вопросную часть мы будем с вами заканчивать на сегодняшний день, в сегодняшнем видео. И у нас остается с вами третья часть. Это ваши комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий будет из Грузии в сегодняшнем видео. Это и звучит он таким образом. Из Грузии, но украинскую мову. Большая частина населення Грузии за Украину. И им ганьба за их уряд. Звычайные грузины підтримуют украинцев. Я согласен, что они нас поддерживают, но опять же вопрос, они не борются за свою свободу. Они, да, это как было в Советском Союзе в застойные времена. На кухнях все мыли кости Брежневу и поливбюро ЦК. Анекдотов ходила куча на эту тему. Никто не выходил на митинги и демонстрации. Вот в чем отличие. Кстати, Украина в этом плане, наша страна уникальна. Мы уникальная нация. Мы единственные, ну, по-моему, таджики еще или киргизы майданили. Мы несколько раз там тоже меняли владу. По-моему, Киргизия, да. Точно так же, как Украина. А так, я не видел, чтобы майданы были. Грузия, да, была попытка революции рос. Но вы получили результат. Почему же вы не пошли дальше? Почему вы не вышли опять на площадь? А то, что вы нам сочувствуете, мы в этом не сомневаемся. Мы это понимаем и это приветствуем. Но, но... Следующий комментарий. Русские это не народ. Это не люди и фашисты. Украинцам нужно четко понимать, Россия достаточно четко определила свои цели спецоперации. И это уничтожение Украины. Война до конца. Или мы их завалим, или они нас. Украина и украинские земли не могут быть предметом переговоров. Только полное освобождение наших территорий. Залог нашего успеха. Кстати, да. Кстати, появилась информация о том, что якобы договоренность была, почему там решение по танкам задержалось на два дня позже после Рамштайма. Что якобы директор ЦРУ тайно посещал Москву, где предлагал Путину мир в обмен на территории. То есть мы уступаем территории, Путин прекращает войну. Так вот, я вам скажу, что Олаф Шольф в своем заявлении по поводу поддержки Украины сказал такую очень интересную фразу «Дыма без огня не бывает». Вы же понимаете, политики всегда вкладывают двойной смысл. Надо искать второе дно, открывать его и смотреть, что там лежит. Так вот, Шольф сказал, что не может быть никаких переговоров по Украине без Украины. И я так понимаю, что напряжение в высшем политическом истеблишменте настолько возросло, что вчера Белый дом в лице президента США Джо Байдена вынужден был оправдываться. И Джо Байден сделал официальное заявление, что никто, особенно директор ЦРУ, не посещали тайно Москву. Никто не предлагал России мир в обмен на территории Украины. Так что тут в этом плане очень приятно слышать, что никто не собирается торговаться нашими территориями, ну а мы воюем за свою свободу и независимость. Уважаемый Олег Владимирович, уверяю вас, грузинские легионеры, воюющие в Украине, против расшистов. В Грузии никак не на уровне врагов. Разве что в глазах пока что действующей власти. Так вот это самое главное. Я это имел в виду. Понимаете, что люди их любят и уважают. И почитают. Но власти их арестуют и могут предать суду. И посадить в тюрьму по абсолютно надуманному. Вот я что имел в виду. Власть определяет статус. Для нас, граждан Грузии, для большинства они герои. Мы прекрасно понимаем, что в Украине сейчас идет война и за нашу свободу. Свободу Грузии. Мне бы очень хотелось, чтобы моя страна помогала Украине всем, чем могла бы. Радует, что граждане донатим как можем на помощь вооруженным силам Украины. Российских беженцев никто особо не встречает с распостертыми объятиями. Мы прекрасно понимаем, какую опасность это может нести. Наши банки даже закрывают открытые ранее счета. Ждем перемен и в Грузии тоже. Слава Украине! Ну дай бог, чтобы было бы так. Но, знаете, вот что я когда вчера вот подумал, поднялась тема Грузии, то я представил себе, смотрите, с одной стороны, особенно со стороны Абхазии, ну и Осетии тоже, российские войска устраивают, периодически устраивают ползучее наступление. Грузия теряет своих солдат на линии разграничения. Стреляют. Есть потери среди грузинской стороны. Особенно. И ползучие. Постоянно русские пытаются переставить. И в это время они приезжают в Белиссию. Все хорошо. Все, ну... Я, например, этого просто не могу понять как человек. Как? Как вы это делаете? Мы хоть сразу же закрыли границу. Мы запретили россиянам въезд после Минского договорника. А у вас в одном селе хоронят солдата, убитого российскими военными на линии разграничения в Абхазии или в Осетии. А на соседней улице в Кабаке гуляют русские туристы. Вот это у меня не укладывается. В логику, мою логику, это не укладывается. У меня отец русский, а мама украинка. Я очень счастлива, что родилась в Украине. И мне очень стыдно, что у меня есть родственники в России, которые поддерживают путинский режим, который принес горе, разрушение и смерть моей любимой Украине. Ну, я бы еще не вмерла в Украине. Ни слава, ни воля. Так что об этом вы еще рано говорите. Мы еще сгинуть наши враженьки, я краса на солнце. По поводу связи орков. Да, у них связь хромает. Солдаты пишут письма домой на бумаге. Много раз находили их в их окопах. Ну, это то, что солдаты пишут. Нет, мы говорили немножко о других вещах. Мы говорили о системе военного управления. Кстати, ну, о письмах тоже, надо сказать, это значит, что они не пользуются имейлами. То есть, написать сообщение в социальной сети или в месседжере, нет. Они действительно по старинке, как деды, воевали, лист бумаги, карандаш и пишут тебе на сапоге убитого товарища. Помните, да, этот гемористический рассказ. По-моему, Хазанов его озвучивал. Ходили сегодня в разведку. По одной тропе уходили, по другой возвращались. И пришли мне денег в результате. Так же, как сейчас работают вертолеты возле линии фронта или как летали на Азовсталь снабжать, летят на высоте менее 100 метров и прячутся от радаров за счет кривизны земного шара. Естественно, при этом уязвимы ПЗРК. Но для этого требуется солдат с ПЗРК вдоль маршрута полета, чтобы навести и запустить. Вот именно это я и объяснял, отвечая на вопрос об эффективности применения вертолетов. Что уязвимость его есть, но сбить его довольно тяжело. Да помогайте хлопцам в Бахмуте. Там дуже тяжко. Да, мы это знаем. Шестиствольный пулемет это система гатлинга. Миниган. Вулкан это уже артиллерия, но система та же. Мне как артиллеристу ближе вулкан. Мы, одесситы, выехали с тремя детьми 4 марта в Румынию. Решили пересидеть поближе к дому. Думали, что это ненадолго. Хотя мы сейчас в безопасности. Но очень переживаем за наших родных и близких, которые отказались выезжать. Брат служил в ВСУ и знает не понаслышке, как тяжело нашим ребятам. Мы помогаем чем можем. Донатим на ЗСУ и с нетерпением ждем возвращения в нашу мирную Украину. Да, мы все тоже этого ждем. Возвращение мира в Украину. В США есть модификация F-15 Strike Eagle. Думаю, лучше за F-16. Помню, в интервью журналистам один наш украинский пилот говорил про Strike Eagle, что он лучше для нанесения ударов по земле и по витрю. Привитание для всех. Украина переможет, а Путин сдохнет. Скажу так, что F-15, он даже в версии Strike Eagle, он не может выполнять функции штурмовика. Он истребитель-бомбардировщик. И да, у него бомбовая нагрузка 6 тонн. Я согласен. Но F-16 более универсальная платформа. Он еще может работать и как штурмовик по переднему краю или по войскам противника. Поэтому тут вопрос немного спорный. И бомбовая нагрузка у него тоже довольно достаточно большая. Ну и еще одна на Пасашок. О, тут два вот этих комментария именно по авиации. Я понимаю, что авиация в ближайшие... Как и танки у нас месяц, мы обсуждаем танки, так и авиация сейчас на ближайший месяц станет у нас основной темой. F-15 и F-16 создавались парой. F-15 в два раза больше. Это как раз истребитель-бомбардировщик для нанесения массовых ударов по инфраструктуре. F-16 его поддержка для завоевания господства в воздухе. У них унифицированное вооружение. Да, оно подходит и к тому, и к тому. Просто F-15 несет его в два раза больше. Их всегда использовали вместе. Советский ответ на это был Су-27. Тяжелый истребитель, бомбардировщик. И МиГ-29, легкий истребитель. Потом появилась пара пятого поколения. F-22, F-35. Но концепция чистого неба в США не поменялась. Тяжелый самолет и легкий самолет. С унификацией вооружения и связи. Ну что ж, спасибо вам за такой содержательный комментарий, просветивший нас всех в отношении применения самолетов. Все равно, видите, F-16 у него больше функционала. Поэтому приоритетность, наверное, легкого, быстрого и многофункционального самолета, наверное, все-таки останется на первом месте. Ну что ж, на этом мы будем наше видео с вами заканчивать. Я благодарю вас за то внимание и время, которое вы уделили, досмотрели до этого момента. Большое вам спасибо. Кто не подписан, еще раз приглашаю. Подпишитесь на мой канал, чтобы получать эту информацию. Поставьте лайк этому видео, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Отдельная благодарность и огромное спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить сбройным силам Украины. Перемога за нами! Слава Украине!